МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Риотовские физкультурники провели традиционные соревнования накануне 9 мая. Юный Тесла. Риотовский школьник создал новую модель трансформатора, которой могут позавидовать даже крупные ученые. Где сажать лес Победы? Я думаю, что в Южный, вот здесь. На Северный, там, мне кажется, полегче дышать. Риотовчане выбирают место для посадки деревьев в рамках патриотической акции. Теперь подробнее об этих и других событиях дня. Начнем со специального объявления. С 6 по 12 мая сотрудники ДПС отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Балашихинская проводят массовую проверку водителей, управляющих автомобилем, в состоянии опьянения. С начала года в Балашихе и Риотове произошло 7 ДТП с участием нетрезвых водителей, а сотрудниками ГИБДД было составлено 115 протоколов. Госавтоинспекция напоминает водителям управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения один из самых опасных видов правонарушений. К сентябрю в Подмосковье отремонтируют 125 участков автодорог. В регионе продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 48 региональных и на 77 муниципальных дорогах. Работы ведутся в 33 муниципалитетах. В Риотове этим летом закончится строительство эстакады, соединяющей Носовихинское и Горьковское шоссе. Также будут расширены подъезды к ней, в частности улица Транспортная. Всего в 2019 году отремонтируют 1958 дорог общей протяженностью почти 2500 километров. На ремонт потратят около 22 миллиардов рублей. И в продолжение темы. Российским дорожным мастерам разрешат укладывать асфальт в непогоду. Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал новый стандарт укладки асфальта. Согласно новому ГОСТу, дорожные работы смогут проводить в мороз, в снег и дождь. Исключение составляет сочетание резкого ветра с минусовой температурой и сильные ливни. По новым правилам непогоды будет считаться температура от плюс 5 до минус 10 весной и летом и от плюс 10 до минус 10 осенью и зимой. В России начнут действовать ипотечные каникулы. Соответствующий закон, подписал президент, вступит в силу закон уже в августе. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право требовать отсрочку и даже уменьшение размера выплат по ипотеке. Продолжительность льготного периода, максимум 6 месяцев, сумма кредита по ипотечному договору с банком не должна превышать 15 миллионов рублей. Еще одно ограничение. Ипотечное жилье должно быть единственным для постоянного проживания заемщиком. Закон объясняет, что понимается под трудной жизненной ситуацией. Это, например, снижение среднемесячного дохода заемщика или увеличение количества лиц, находящихся на его иждивении. В соответствии с законом, заемщик вправе определить длительность льготного периода ипотечных каникул, но не более полугода, а также дату начала льготного периода. В России запретят использовать одноразовую пластиковую посуду. Этой новостью поделился глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. По его словам, Россия поддерживает мировую тенденцию по сокращению использования пластика. Инициативу Минприроды одобряют и многие крупные торговые сети. Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил рассмотрение отказа от одноразовой пластиковой посуды на законодательном уровне. Закон на этапе подготовки. По мнению властей, производство пластиковых предметов выгодный бизнес, однако это вредит природе. И к другим темам. В Центральном городском парке состоялся памятный забег. Нариутовчане пробежали километр в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У нас же традицией становится ежегодно проводить массовый забег в честь Дня Победы. И в этом году, по сравнению с прошлым годом, у нас количество участников увеличилось. В прошлом году у нас было 200 человек, в этом году более 200. На старт пригласили всех желающих, в том числе воспитанников спортивных школ, педагогов и учеников общеобразовательных учреждений. В патриотической акции также приняли участие представители молодой гвардии и юнормейцы. Все проводимые мероприятия в городе – это дань памяти ветеранам войны, это дань памяти их мужеству и героизму, с которым они защищали нашу землю, нашу страну. Накануне 9 мая легкоатлетический забег ежегодно проходит по всей России. Его название в каждом регионе свое – эстафета Победы, пробег памяти павших или Георгиевская ленточка. Но цель одна для всех – напомнить молодому поколению о великой победе и героизме их дедов и прадедов. Более полутора тысяч деревьев и кустарников планируется высадить 11 мая в Реутове в рамках подмосковной экологической акции «Лес Победы». Старт акции в 11 часов утра, главные площадки – Центральный городской парк, фабричный пруд, сквер у Мемориала славы на улице Победы и улице Гагарина. Многие горожане планируют присоединиться к этой акции и даже дают советы, какую часть города необходимо озеленить в первую очередь. Я думаю, что надо посадить деревья в Центральном парке Реутово, какие-нибудь лиственные, чтобы спустя время они очень высокие становились, чтобы тень была. Чем больше зелени, тем мы будем все счастливее, воздух будет чистый. Возле домов не обязательно, если только парк должен быть в парке, что ли. Мы заинтересованы в том, чтобы деревья высадили на Юбилейном проспекте. Мы живем как раз на нем и смотрим из окна на сам Юбилейный проспект. К сожалению, зелени из окна у нас практически не видно. Бывает только в этом районе, именно в этом парке. В тот раз, как раз в той части города был, в Реутово, в начале октября и Юбилейный проспект. И как раз та часть города, по-моему, она не сильно озеленена. Я думаю, что в Южной вот здесь. На Северной там, мне кажется, полегче дышать. А здесь просто вот этот маленький уголочек вот этот, и больше здесь ничего нет. Всего в Подмосковье в рамках акции «Лес Победы» появится 50 тысяч новых зеленых насаждений. Напомню, в 2018 году было высажено более 110 тысяч деревьев и кустарников. Всероссийский диктант Победы состоялся сегодня в Реутовской четвертой школе. Все желающие смогли проверить себя на знания истории Великой Отечественной войны. В тесте на историческую грамотность было 20 вопросов. 7 из них требовали развернутого ответа. Кроме учащихся старших классов, молодежного парламента и волонтеров, свои силы попробовали и депутаты городского совета. На самом деле вопросы сложные. Они, в общем-то, общеизвестны. Это такие исторические, важные вопросы. Не что-то связано с такой глубокой историей, а те события, которые мы изучали в школе, о которых мы смотрели кинофильмы, о которых мы постоянно вспоминаем. Диктант Победы прошел сегодня на более чем тысячи площадках по всей стране и нескольких десятках за рубежом. Результаты можно будет узнать 12 июня, в День России, на официальном сайте. Лучший из лучших получит приглашение на юбилейный парад Победы в следующем году. И напомню, чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и отмечать 74-ю годовщину Победы, как всегда, будут масштабно и с размахом. В Реутове 9 мая пройдет в общей сложности около 20 мероприятий. Подробно о программе праздника расскажет Дарья Галакова. 9 мая в 10 утра можно будет посетить выставку военной техники. Она откроется на площади у администрации. А в 2 часа дня у мемориала славы начнется торжественный митинг «Помню и горжусь». Далее в 14.45 реутовчане в рамках акции «Бессмертный полк» в память о солдатах Великой Отечественной войны пройдут колонны по улицам Ашхабадская, Новая и Ленина. На выставке «Живые свидетели войны» в городском музее в 16.00 можно будет познакомиться с судьбами более 40 реутовских фронтовиков. В это же время на площади у администрации начнется праздничный концерт, а в Центральном парке акция «Бессмертная эскадрилья», в рамках которой запустят десятки бумажных самолетиков. Концертную программу в парке в 5 вечера откроет Духовой оркестр «Вальс Победы». А завершится День Победы по традиции салютом. Он запланирован на 10 вечера. Реутовский восьмиклассник Дмитрий Василенко решил повторить успех Николы Теслы и создал трансформатор, который носит имя знаменитого физика. Почти трехметровая махина сейчас стоит в 10-й школе и служит наглядным пособием на уроках, создавая настоящие молнии. О чудо-машине и планах юного Теслы Ксения Казакова. Труба со вторичной намоткой, фанера, конденсатор, два трансформатора и болгарка. Вот нехитрый перечень того, что входит в это трехметровое чудо. Мы делали его где-то полгода, потому что это достаточно кропотливая работа. Самое сложное было намотать вторичную намотку, а так все остальное дальше собрать надо. Вообще это достаточно трудоемкий процесс. В 16 тысяч рублей обошлось создание этого трансформатора. Запчасти собирали всем миром. Что-то отдали знакомые, друзья, что-то купили на Авито. Намного интереснее просто своими руками что-то сделать, изучить физику, какой-то материал. Ну вот конкретно для меня, не знаю, как для всех. И, собственно, эти деньги, как по мне, лучше потратить на вот такой проект. Помог с притворением в жизни учитель физики Юрий Уробушкин. Он, к слову, несколько лет назад тоже собирал трансформатор Теслы. Сегодня контролирует процесс. Видишь, что происходит, когда провода полосу прикрылась. Вот твои 127 мульти вместо 220. Как следует надо все делать. Оп, закрыли. Все, можем работать. Работать может современный оригинальный трансформатор Теслы по-реутовски уже завоевал самые высокие оценки в городе. К слову, как говорил классик Жуковский, ученик превзошел учителя. Конечно, это устройство более улучшено по сравнению с тем устройством, которое собирал я в свое время. Сейчас мы немножечко уже новые технологии применили, немножечко схем по-другому собрали. Хотя основные элементы остались неизменными. Напомним, принцип действия устройства. Он заложен в явлении электрического резонанса двух колебательных контуров. Применение нашли в медицине, например, в физиотерапии. Но в Риотове его собрали для других целей. Используют как учебное пособие. Каждый раз заново чувствуют запах озона, видеть вот эти разряды молнии. Никогда же не знаешь, куда молнии ударят. А если в лоб? На лоб нет, не попадет. Мы же соблюдаем технику безопасности. К концу летних каникул, уверен Дмитрий, трансформатор научится петь. Для этого нужно всего лишь переделать так называемый разрядник, конструкцию которого школьник считает несовершенной. И сделать медиконтроллер. Схема потребует детальной переработки. Для этого нужно будет углубить свои теоретические знания. Но представить общественности свое творение Дмитрий планирует в начале нового учебного года. Ксения Казакова, Александр Попов, телеканал Риотов. А теперь коротко о погоде на завтра. По сообщениям синоптиков, гесметио утром в среду будет ясно и плюс 13. Днем переменная облачность и 24 градуса выше нуля. К вечеру возможен дождь и гроза. Температура воздуха плюс 15. Ночью также вероятны осадки и 14 градусов со знаком плюс. Ну что ж, это вся информация к этому часу. В завершении напомню, если у вас есть новости, расскажите о них нам по телефону 791-8802. Также сообщения можно присылать на наш электронный адрес. С вами была Ирина Михайлюк и до встречи в следующем выпуске.